здравствуйте друзья к нам с вопросом артур 23 года проживает в крыму музыкант есть своя рок-группа а также пару альбомов получил высшее образование по специальности экология и сбалансированная природа пользования востребована кстати вещь на данный момент работаю не по специальности действительно не знаю как меня туда занесло но с детства интересовался компьютерами и вообще техникой в пятом классе уже ходил на программирование в малую академию наук где изучал паскаль delphi потом веб-дизайн и верстку но в силу того что у меня не было домашнего компьютера все это дело было успешно заброшен и как это бывает у молодых людей интересы меняются чуть ли не каждый день так и произошло со мной семья моя жила небогато и на тот момент многое не могла себе позволить рвение стать музыкантом было сильным и в 14 лет я заработал свои уже не первые но по тем меркам довольно большие деньги и приобрел свою первую электрогитару затем окончил школу поступил в вуз на тот момент мне казалось что я уже окончательно связал жизнь с музыкой то есть связал жизнь окончательно с музыкой и пошел по экологии так но в четырнадцатом году крым перешел состав рф и я решил для себя что жить я тут не хочу и не буду а многие решили что не хотят и не будут даже и без того чтобы куда-то переходил у нас в школе много из крым народу тогда и созрела идея покинуть эти теплые края начал шрастить интернет и собрав информацию понял что пора возобновлять когда-то за давно забытые мною навыки чем я и занимаюсь по сей день учусь на веб-разработчиком уехать хочу не за богатство а чё так ведь не все деньгами меряется ну это правда и не от самого себя личность я творческая эмоциональная живу постоянно в стрессе из-за своих политических взглядов да еще и родители не поддерживать в этом вопросе в общем как на иголках куда не приди не зайди везде эти плакаты путина с лозунгами крым россия навсегда повсюду враги бабки теперь у подъезда немашку профрусетку из 14 квартиры обсуждают а обаму меркель и эрдогана а сша вообще уже чуть ли не к реальной войне готовится в общем все в лучших традициях ссср хочется душевного спокойствия свободы поначалу я абстрагировался от всех этих людей пытающихся навязать мне свое мнение от информации но пропуская все это через себя где-то там остается неприятный осадок так вот это где-то там уже переполнилось и сил моих абстрагироваться уже нет да и не хочу чтоб дети мои росли в таком социуме да отсюда и пару вопросов виза h1b мне не светит в ближайшем будущем в лотерею я играю но шансы невелики все правда возможно буду пробовать политическое убежище а что вы посоветуете вы действительно я что хочется услышать мудрого человека но это правильно да это надо надо может политическое убежище из всего этого самый лучший вариант спасибо за ответ пост скриптум в украину я бы и рад уехать но мне не к кому а заработать там денег на жилье и еду с моей профессии тяжело возможно как подтяну навыки айти и найду работу там уеду но отъезд в сша теперь моя основная жизненная цель значит что же мы будем это разбирать ситуацию с молодым человеком 23 года конечно ему надо посоветовать да друзья я когда читал письмо больше всего мне стало обидно за машку про фурсетку и 14 квартиры потому что никакого внимания человеку она наверно уже привыкла к какого-то внимания если она хочет у нас вот может быть на канале там интервью дать в скайпе вы скажите маша мы с удовольствием с ней побеседуем пусть она расскажет вообще о жизни но что касается значит ситуации с молодым человеком он в принципе как бы сказать хочет уехать из политических соображений совершенно очевидно не не экономических не каких-то там еще у него мотивация чисто политическая значит политическости этой мотивации значит достаточно ли это на политическое убежище в том смысле в каком там все-таки нужно чтобы тебя как-то преследовали там и так далее то есть мы его не строим сейчас кейс но просто все таки надо понимать что мало быть недовольным каким-то вот ну проявлением там смены государственности там с одной на другую но все-таки должны быть какие-то угрозы существования человека он на самом деле просто давно боже этот кейс поднакопил если бы проявлялся в своих политических взглядах более активно например там пошел бы куда-нибудь в одиночный пикет а то и не в одиночный а то может еще еще с кем-то пошел кто тоже интересуется политическим убежище вот пошли бы они втроем например вот сразу да а еще там пятеро чтобы с разных точек их фотографировали вот будет кейс очень интересный но я так шуткую в принципе но если у тебя есть политические какие-то причины ну так и конечно что у тебя остается кроме политического убежища то ну на самом деле там только самая мелочь это ну как бы оформить это правильно но мне кажется что наиболее сложным из этого всего будет ему добраться до соединенных штатов вот насчет визы я не знаю не было ни слова сказано есть у него виза нет у него визы там как он вообще непонятно да то есть если у него украинское гражданство может ли он просто поехать в киев например там визу получить а я ничего этого не знаю то есть ему наверное надо было бы как-то вот озаботиться вопросом о том как получить визу в сша что касается профессиональных вот этих забот понимаете что получается 23 года неважно он там в крыму остался в киев уехал там или еще куда ли в нью-йорк все-таки это такой возраст очень открытый что ли много чего может произойти в 23 года намного больше чем скажем 44 вот возможности больше для профессионального развития становления и так далее не исключено что сегодня молодой человек даже представить себе не может чем он будет заниматься через пять лет например поэтому если свои 23 окажется в сша значит во первых конечно надо быть каком-то месте таком населенно ну типа нью-йорка например ну на худой конец там сам франциско да там неплохо то не знаю лос-анджелес вот он попал в такое место значит там есть много подработок каких-то он просто в силу молодости понимаете он он уже может масса всего делать и это может не быть связано ни с экологией не с компьютерами не с музыкой но во всяком случае на поддержание себя так сказать в рабочем состоянии таком в жизнедеятельном состоянии там на жизнь заработает через полгода разрешение на работу к этому моменту он может лучше определиться с тем что он хочет делать он может сказать пойду-ка я временно там чего-нибудь поделаю с компьютерами потому почему время потому что может быть через два-три года ему надоест может быть через два-три года он заполучит там какой-нибудь мастера или там я не знаю что-нибудь такое переучиться на маркетинг на сейл на project management и правда я не знаю чем он будет заниматься может быть он там лучший в мире продавец я не знаю там селедки голландской ну 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 честно я так немножко абстрактно подхожу но или цветов не не имеется ввиду ларька стоять а так может быть он у него целая сеть будет там этого всего мы не знаем вот вот эдисон если вы знаете о ком идет речь вот человек которого называют изобретателем лампочки то есть он он и вообще не изобрел лампочку он ее усовершенствовал там без него хватало но он был предприимчивым пацаном и в возрасте 14 лет тогда знаете железные дороги развивались он в возрасте 14 лет организовал такой ну как сказать лоток что ли в поезде и вот он там в поезде чем-то торговал а когда ему было уже лет там 15 или 16 у него уже по всей стране была сеть этих лотков уже все поезда по стране ходили там были его лотки он пацан вообще был а когда он был лет 18 он пошел телеграфистом стал телеграфист был как сейчас космонавт стал телеграфистом и его его знают как изобретатели лампочки потому что нас учили не тому в школе он на самом деле один из создателей компании general electric понимаете предприимчивый человек вот начал с лоточка там сигаретами газетами торговал там не знаю жвачкой табаком жевательным знаете окончил вот тем что был создателем компании general electric наладил производство линий связи генераторов подстанций и так далее и он был моложе чем вот наш герой там из крыма значит я к чему говорю мы не знаем честное слово разве можно сказать где он будет 30 если мы сегодня 23 и он рвется в бой и у него такой как бы потенциал творческий мы видим что он там и в музыке он и в компьютерах он и в экологии он и и вот вы знаете там там явно такой безудержный темперамент значит надо приехать на место так и дать дать вещам случиться в своей жизни быть открытым а чем 23 года не быть открытым правда вот вот и все поэтому я бы так сделал он он весь в конфликтах там смотрите что происходит у него с родителями конфликт на политической почве значит у него там с окружающими конфликт мы знаем что с людьми которые там не очень согласны и да там как бы не обращаются мягко и любовно там с ним обращаются не не мягко и нелюбовно им там не очень комфортабельно они ли помалкивают либо валят туда это все понятно поэтому что тут сказать мы тоже вот в ссср жили знаете и полоскали нам мозги и полоскали нам мозги и полоскали нам мозги только не было не было альтернативных там я не знаю газет не было интернета не было ютуба там где можно посмотреть там хочу из америки люди рассказывают мать и вот а сейчас выбор есть но в конце концов значит туда сюда можно можно рвануть и хорошо что время такое когда можно вот я честно сказать вот слушал эту историю я не очень знаю что он хочет чтобы я ему сказал в смысле чего такого чего он не знает он все знает он все правильно понимают все что требуется в его ситуации это действие он пока еще не совершил действия вот собственно и все а что еще если бы было что-то еще в такой ситуации кроме там политического убежища я то конечно есть брак ну я не знаю это как то это может еще сложнее и кроме того брака не зависит исключительно от тебя это должен кто-то еще быть кто хочет с тобой вступить в брак поэтому а тут как бы управлять с тобой я не знаю явно явно его месте даже как то и не сомневался бы но он похоже что он и не сомневается он несколько раз упомянул политического убежища он может быть хотел просто получить какой-то сигнал подтверждения извне я думаю что и по времени очень 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 правильно то есть как бы самое самое время когти рвать если ты молодой если ты хочешь сам чего-то в жизни добиваться то конечно надо надо двигать вот и тем более каждый год который сейчас профукал вот эти вот есть 20 лет а есть 23 а есть 26 а 30 и раз 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 и меньше остается и больше павы повязан и и вот со всех сторон у меня бывают ребята вот пишут там слышим 27 лет там из узбекистана какой трое детей у него понимаете в 27 лет когда у тебя трое детей что ты можешь ну вот так сколько у тебя степеней свободы осталось от тех которые у тебя были в 20 например или там пока ты холостой был не знаю когда он женился может он 18 женился и в 19 у него же дети были я не знаю но пока ты можешь заниматься собой пока ты не повязан пока у тебя эти гирьки по рукам по ногам не развешались ну ну как а когда еще то если не сейчас вот поэтому разудись плечо да если зуд есть вперед я бы так сказал то есть я на самом деле хочу ну как бы поддержать парня сказать давай вперед молодцом все правильно понимаешь все правильно делаешь все у тебя будет здорово просто подбодрить что ли да вот вот так я хочу сказать и я когда это говорю я это говорю не только для вот конкретно человека который задал вопрос который живет в крыму который вот на этой почве там смены ситуации политические вот там вот у меня какие-то проблемы это это чисто повод для разговора на самом деле я надеюсь у нас услышат гораздо больше людей это все не для одного человека рассказывается поэтому видение есть желание есть вперед ноги надо приделать к этому всему и как побежит машинка как поедет и еще будешь потом удивляться на чего я сомневался-то а чего я раньше не уехал так что да ну всегда находится очень много знаете таких маленьких тормозов которые тут понавешены на нас с разных сторон вот тут правда где-то девушка где-то работа где-то ты в бизнесе где-то ты там не знаю денег нет где-то еще чего-то нет где-то лень где-то ты сомневаешься где-то тебе кто-то сказал настроение испортил миллион может быть причин которые человек себе приводит в качестве оправдания почему он не совершил ничего вот какого-то действия не предпринял берете а потом проходит год он думает а чего я целый год и ничего не сделал а пройдет пару лет он скажет может я вообще не способен ничего делать может это я вообще такой по жизни что мне лучше ни за что не браться и пошло и поехала вот а там девушку встретил а девушка такая же единомышленница ваших родителей вот и и все дети пошли а дети они так знаете интересно идут что думаешь откуда дети но в смысле вроде и не собирался а вот уже они есть вот так что как бы я бы я бы очень бережно отнесся к молодости к возможности как бы какие-то авантюры предпринимать куда-то ввязываться создавать вот этот месс и потом его разгребать эти так здорово так классно прям даже завидно хорошем смысле в общем молодому человеку успехов вот и всего самого-самого наилучшего пусть потом расскажет я совсем поделюсь а то если знаете будет у нас на местность когда приходите мы вас покажем нашим зрителям скажем вот это тот самый помните музыканта из крыма который 14 лет на гитару заработал каких-то жутких по тем временам денег вот ну счастливо